В Египте очень много социальных, политических, экономических, внешнеполитических проблем. И будущий президент, а это, конечно же, будет маршал Ассиси, должен будет все эти проблемы решать. Я бы хотел остановиться на внешнем давлении на Египет, на том давлении, которое определяет и ход политического процесса в стране, и его будущие результаты. И в этой связи, мне думается, необходимо указать на следующие пункты. Первое, очень важное. Подготовка к президентским выборам в мае этого года проходит в условиях, когда активизируются открыто террористические группировки, которые поддерживаются, финансируются, вооружаются, направляются, и которым дается целеуказание зарубежными центрами силы. Так, на Синае и уже в Каире и других городах, если можно так выразиться, африканской части Египта или материкового Египта, действует группировка, которая называется «Ансар Бейт-Аль-Макдис», что означает «Партизаны Иерусалима». Это, по сути дела, филиал Аль-Каиды, которую, насколько можно судить, патронирует Катор. Еще одна группировка, которую патронирует Катор, это группировка, которая в Египте дала о себе знать совсем недавно. Это «Ансар Аш-Шариа» или «Сторонники Шариата». Это тоже филиал Аль-Каиды или форма существования Аль-Каиды. И группировки с таким названием, то есть филиалы глобальной организации, международной организации, существуют в Ливии, там они особенно активны, Тунисе, вот в Йемене, сейчас вот в Египте. И, к слову сказать, они дали о себе знать в России несколькими терактами. Тоже, по всем данным, за этими группировками, в том числе и в Египте, стоит Катор. Далее. На Египет оказывает давление Соединенные Штаты. Они оказывают давление не так прямо, не так вызывающе, но оказывают это давление. Саудовская Аравия также оказывает давление на политические процессы в Египте. Это делается, во-первых, через салафитов, салафитские группировки и организации, и партии, которые начали внедряться в Египте с 70-х годов прошлого века, именно с целью оказывать давление в желательном для Саудовской Аравии направлении на внутреннюю и внешнюю политику Египта.